Что ж, ребята, всем привет! С вами ваш Робопегин и Борислав. Что ж, ребятки, обзоры возвращаются. Да, простите. Да, про них, как говорится, я немножко позабыл и не было времени. Что ж, обзоры возвращаются. Да, на обзор будет на Диабло. Это персонаж танковый, боец. Основная его роль это танча, впитывая себя уроном и защищать свою команду. Как дамагеров, так и хилов. Вытанчивать в основном танковых противников по возможности. Но так вот... Так как у Диабло есть возможность свапать, то есть дать сверхсилы и одолеть от команды противника, то у нас если выходит достаточно близко к Диабло, дамагер или в редких случаях саппорт противника, то, конечно, он и свапает саппортов. Но в основном, конечно, дальше. Так, мы разберём сегодня таланты, скиллы и меты нового Диабло. Да, что ж, ребятки, давайте. Так, первый уровень, это на... Ну, спасибо. Так, когда Диабло оглашает героя, с помощью нас в тени и сверхсилы, он восстанавливает 12% максимального запаса течения по секунду. Сошибось, мы этим способностям всем хилки добавили. Ну, огню точно. Доступны новые таланты. То есть, это получается у нас сейчас... Надо продамажиться. Боссы там быстрее всего, поэтому я и по лагерям тут не хожу, он будет все помнить. Ну, как видели, кьюшка восстанавливает. Кьюшка, чтобы я не буду, да. То есть, понятно. Так, 12% может. Доступны новые таланты. Так, следующая дань Дьявол. Черный камень души повышает эффективность сферы регенерации из исцеляющих фонтанов на 225% за душу. А, кстати, да, мы забыли разобраться способностям. Да, ну давайте после... Что они тогда не дремлют? Доступны новые таланты. Давай. Что ж, ребята, всем привет! С вами ваш робот-пингвин или Борислав. Слушай, обзор его возвращается. Да, простите, была пауза, но что ж. Сегодня мы разберём персонажа Дьявола. Это персонаж-боец. Его основная роль это танчить. Танчить от танков противника. Впитывая себе урон. И защищать от своих тиммейтов, как в дамагерах, так и спорта. Так как у Дьявола есть способности натискни, который отдаляет при ударе, и сверхсила останет, и, например, перекинут в противопожную сторону, у Дьявола есть возможность свабого. Поэтому, если как в дамагере, или даже в ряки куче случается в порту, противника подходит к Дьяволу очень близко на расстоянии сверхсилы, ну, или там станет какой-нибудь из дамагеров, или ещё что-то. И тогда вы его уберёте в софтбете и убиваете. Вместе с Тимой. Да. Что ж. Так, теперь разберём таланты. Первый талант. Тиней. Монокос. Монокос. Семьдесят. То есть. И двенадцать секунд. Дьявол совершает рывок в цели, нанося восемьдесят 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 урона. При этом получает буст. Буст. Скорость передвижения на пятнадцать процентов на две секунды. И также, если натиск тени оглушит противника, он может его оглушить только на эту секунду, нанося при этом двести шестьдесят три единиц урона. Чтобы оглушить натиском тени, ребята, нужно, чтобы противника, которого вы врезаетесь, натиском ударите, а врезался в какой-нибудь объект. То есть. Стену, башню, ну, либо в лесу. Тогда будет считаться стан. И, получается, ему засчитать, кстати, восемьдесят восемьдесят единиц. И, так сказать, двести шестьдесят три единиц. На двадцатом. Второй способность. Огненный молот. Монокос тридцать. КД восемь секунд. Показанном направлении. Выпускает, ну.. Огонь, который наносит двести шесть единиц урона. Например, при прохождении максимуму, ну, то есть максимальное расстояние, он возвращается к вам и наносит всем 79 единиц урона. Вот и при этом там Диабло исполняет себя здоровье в ст 1 30 до р .... от нанесенного урона. Но это всем, и крипам, и героям. Ты четвертый. Сверхсила, моно-пост 40, восстановление, кд 12 секунд. Диабло захватывает цель и швыряет её на противоположную сторону земли, при этом нанося им 12 до 160 единиц урона, и да, и застанет и оглушает его на 0,25 секунд секунд. Также есть чёрный камень души, постоянно активная твс Диабло, накапливает 10 душ для каждого убитого герой и душу с крифа. Максимум можем мы накопить 100 душ, также у Диабло повышает, ну, также увеличивается у Диабло КП за каждую душу по 0,4% 0,4% 0,5% душ. То есть, сажали одну душу, типа, и плюс 0,4% КП. И также, если Диабло погибает со соткой душ, он воскрешается, он закрепляется через 5 секунд, но уже без этой сотни душ. Так, также есть ультимейт. Хорошо, что теперь мы, ребята, разберём таланты. Первый талант пассивный, пожирание страха. Когда Диабло глушает герой с помощью натискотения или сверсила, он восполняет 12% от запаса здоровья в течение 30 секунд. Просто я не уверен, что сейчас могу манекенов застанить пьюшкой, ну, ешкой, пожалуйста. Что ж, следующее, следующее талант умения. Дань Диабло черный камень в душах, а повышает сферу регенерации за каждую, за сферу регенерации. И исцеляющий футан за каждую, на 20, на каждую душу, 2,925%. А ну, я не знаю. Вот новый, и теперь у нас бонус будет до полуги, ну, в самом, то есть это умножать, ну, это калькулятор. То есть, по сути, благодаря тому таланту, скорость регенерации от футанов и сферы душ, и сфера регенерации, очень большая, на самом деле. То есть, за каждую душу можно округлить 2%, и 2 на 100, и это у нас 200. То есть, на 200% примерно бафается. Плюс, вообще, ещё 25% сока, то бафается достаточно знание. Щит душ, КД 45 секунд, при использовании даёт 25 единиц брони. И также ещё добавляет плюс 50% от числа собранных душ, это энергетическая броня, на 4 секунды. Каждый раз, когда Диабло наносит урон по герою, восстановление этой способности сокращается на секунду. То есть, да, даёт щит на 25% единиц и энергетической брони, при дамаге противника он КД шится, ну и... То есть... То есть, сейчас он 25, вот, к сожалению, он тут-то должен проображаться, сейчас, собственно, обстановление, при чём. Ну, а 25, да? Ну и, как видите, он КД шится во время, вот так. А теперь мы выполняем задачу, чтобы у нас выточка душ была. И теперь, как видите, у нас 75, вот, в этой статистике. Так. Что ж. Так, следующий талант, 4 уровень, жертвенная душа. Когда на диске не оглашает герой, а Диабло получает 5 душ, а также 20 единиц брони. На 4 секунды, когда Диабло накапливается душ, получает бонус в 40 брони. То есть, получается, данная способность помогает нам собирать души, так как, если мы от душем героя Кюшкина, будет капать 5 душ, вне зависимости, убьём ли мы его или нет. Но, так же, вы знаете, нужно ещё поврязываться, всегда помните про это. Плюс это броня. Ну, больше душ, больше и брань. Так же. То есть, я не знаю, получится. Ну, вот, она дает. Ну, как видите, получилось просто, потому что, ну, перекинулся без сверхсилы, я бы его сейчас не забрал. Доступны новые таланты. Горячие души. Дает одну душу за три попадания огненным топором по Киру, и так же усиливает исцеление от огненного топора на 1,30% от нанесенного урона за каждую накопленную душу. То есть, у нас хил и так в 130%, но за одну душу, за каждую душу, нам добавляется хил 1,30%, то есть это около ещё дополнительных 100%. Примерно тоже за сутку душу, то есть это, в общем, 260% хила от данного спела, это, на самом деле, не манга. Доступны новые таланты. Ну, сейчас. То есть, вы видите, вот, попадание по героям, и на счётчик. А, до трёх. То есть, я сейчас отхилиться не могу, но вылочу броню. Хотя, ладно, давайте. Доступны новые таланты. Горобей, по-моему, не хватит. Ну, вот. Запомните, хилят, кстати, да, на возвратке, да, я забыл это сказать вам. На возвратке, то есть никогда идёт вперёд, только на возвратке. Так, третий талант, ээээ, так, на четвером он пассивный. Как это дьявол наносит урон от автоатак, он получает одну душу и восполняет 1,5% от максимального спаса здоровья. Когда он накапливает 100 души, объём исцеления увеличится до 3% за, как говорится, максимального запаса. То есть, мы будем хилить, эээ, данная способность дает нам отхил за автоатаки и также душу. То есть, не будет проблем с опиранием души, мы, по сути, будем хоть бить крипа, хоть бить героя, и будем капать душу. Но есть такой-то, тоже тут, Диабло, так сказать, он, это такой-то, Диабло автоатакер. То есть, сейчас есть три мета на Диабло, заранее ещё скажу, на кьюшку, гешку, на дабуку, то есть, через огонь, через эти две, и на... И на автоатакер. Что ж, следующий седьмой уровень, Вечная пламя, натиска... Эээ, почему, всё. Когда Диабло обрушает героя с помощью натиска тени и сверхсилы, время восстановления огненного, это пора мгновенно завершаться. То есть, если мы дали, потом поп, купите огонечку. В общем, так можно до трёх огней дать. Это много, на самом деле, урона, особенно считать, что вы ещё, но если сверхсилы и натиска тень, или тень урона, особенно если вы урона сможете всё-таки застать. Так же дальше у нас там идёт пассивные способности. Так. Злоревредность, в общем, злоревредность. Когда Диабло использует базовые способности, во следующем автоатаке в течение шести секунд дополнительно наносит 228 единоцерон на 21-м уровне, единоцеронов, максимум два заряда. То есть, когда мы даём... Высла в том, что мы можем, так сказать, накопить эти два заряда и две, и дополнительный урон получить автоатаку. Да, КД у этого... Да, КД у этого таланта. КД у ваших способностей. Запомните, потому что... Так. Так, что у нас там ещё? Диаблоиский азарт. Да, как таланки, я его в последнее время даже полюбил. Каждый раз, когда Диабло наносит рост автоатаки, время в основании его базовых способностей уменьшается на 0,75 секунды за автоатаку. Вот раз. Ну вот, просто смотрите, вот камера очень стыдно густер отцовкает. И... То есть, в общем, это помогает уменьшиться вашему КД талантов, чтобы повышить эффективность в вашем бою, что даст преимущество. Ну и первый ультимейт у нас будет Апокариксис, который оглашает противник. Монокост у него 100 кД 90 секунд. Создает, так сказать, демоническую руну, которая после паузы в 1,75 секунды взрывается, нанося 312 урона и оглашает на то же самое 1,75 секунды. То есть, вам нужно, как говорится, подгадать, потому что активация не сразу, и это из способностей можно уйти, запомнился. Доступны новые таланты. Второй ультимейт, электрическое дыхание. Монокост 80, кД 70 секунд. Возле паузы в полсекунды, КД становится неудержимым. И начинает поддерживать способность не в течении более 4 секунд. Ну, простите, что я читаю, потому что я только могу способностить неполно. И наносит противникам перед собой 114 урона раз в 0,25 секунды. При каждом попадании скорость передвижения пораженных противников снижается на 5% на 2 секунды. То есть, мы... ВОВА! То есть, мы не можем вдавать способности, но, если не ошибаюсь, и нас. Ну, и вот так вот урон в общем получается. Я сейчас постарался давать восстановление в один манекет. Ну, 1800. Это много можно посаппортов и дамагеров достаточно там добить, убить. И самое главное, они останутся. Обычно, когда они... Если они с края самого выхода выходят, то есть, атака примерно как-то, атака, 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 атака. Выходят, они очень замедленные, и в случае чего можете прервать, фьюшку, догнать, ешку, какой-то там, огонь. И все такое. Так, следующий талант. Ужасный... Ужасающий натиск. При столкновении с препятствием поражен на настиском тени, цель повышается урон. Задача, каждый раз, когда мы получаем дополнительное урон в столкновении, этот урон увеличивается еще на 20% по до 120. То есть, что это значит? Сейчас, надо так... Мы подняли урон, но он уже 20%. 40%. И он не сбрасывается, то есть, он, может быть, не сбрасывается. То есть, он не будет накапливаться на, так сказать, максимум. Ну, вы понимаете, видите, урон очень большая. Так, следующий талант у нас... Жестокость, пассивный талант. Когда Диабло глушает герой с помощью натискотини и дисксиры, его скорость атаки повышается на 50%. На 7 секунд, вот до 100%. То есть, за это мы получаем 50, застанем соточку и убьем. Поверьте, это скорость атаки очень часто в замесах играет достаточно большую роль. Если не ошибаюсь, ну, да. То есть, ну, как говорится, играть. Так, так что мы со мной... А еще талантик. Доступны новые таланты. Что мы разберем, конечно же, в ней. Адское пламя. За каждого пораженных героя, а пламя, это поглядный топором, в силу способности увеличивается на 2% на 10 секунд. От до 30%. То есть, брей, опять... То есть, вы поняли, да, сколько это? То есть, огонь, огонь. Ну, то есть... То есть, вы, как видите, урон от способности повышается от всех. То есть, я, если не ошибаюсь, даже у тима эту какую-то способность. Да. Ну, если... Так, по сожалению, мы можем... Чем-то... Так, следующий талант. Сверхсила доминировать. Использование сверхсилы обновляет время использования натиска тень, что особенно помогает с... 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 Или этим... Или этим талантом, этой пассивкой, именно... И... Или вот этой, или особенно вот этой, да. Просто... То есть, вы даете кюшку, потом ешку у вас, еще одна кюшка. Считаю, что можно взять еще вот это, это у вас будет просто царское. Просто... Вот этот, на самом деле, вот сейчас, в мете на огонь, на пламя, очень часто вот этот талант вместе с этим используется. Потому что можно получить доминацию. Вы очень часто будете кюшкой. Вы увеличите количество кюшек на одну, что означает, что означает, если вы больше даже огня сможете дать. Вот что. А это, говорится, не обманут. Что ж, следующий талант, это у нас... Подавленное пламя. Эээ... Замедляет пораженных противникам огни на антопро на 5% и... На 4 секунды. Эффект сумерится до 50%. Герои замедлены... Замедлены подавляющим пламеньем, то есть, которое назад возвращается, подавляющим пламям, на 20% или более, наносит меньше урона. Чем больше он заделок, чем сильнее, тем они на них сильнее бафы висят. Вот такой вот баф, и продолжительность его 4 секунды. И еще в сверхсильных талантах. Тоже плохой талант. Диабло переделали, у него все таланты очень хорошие и хорошие. У него есть. Сверхсилы получают дополнительный заряд. Ну, это как и было, то есть, его просто переместили. Сверхсилы получают дополнительный заряд, вот, а еще еще два заряда. Натурам между ними 2 секунды. Опа, и у нас 3 сверхсилы. Раз. Потом. Два. И три. Это много на самом деле. Это, по сути, почти 6 секунд стана. А эта секунда стана дает очень много, особенно, на новые таланты. Героям против. Да есть, чудо в вашем союзнике. Что ж, разберем апокалипсис сначала, а потом ульту, а потом данные таланты. Что ж, последний вздох. Закращает время восстановления апокалипсиса на 25 секунд, при том, что я в КД, забрал 90 секунд, это делает его 65 секунд. Нет, 75, нет. Да, 65, в КД, 70, нет. Ну, что ж, сонно, немножко за с вами. За каждое пораженное героя ход до минимума в 5 секунд кипятя приводит к активации еще раз апокалипсиса. То есть, как умер, у нас там, вне зависимости, в КД или он или нет, но он еще раз активируется. Тут, думаю, должно было, кстати, написано, что без отраты маны, но еще даже, если он уже полустроен. Я сейчас умирать не буду, то есть, да, то есть, то есть, даже если вы использовали, то можете еще раз поверить. И вот мне нравится на 20-ом дыхание присподнится. И продлевает время действия электрического дыхания на 200%. Но раньше еще ульт увеличил дальность. Но теперь не только, так сказать, бьется. Видите, говорится, мы дышим дольше, особенно с ультимейтами Джайны, Зари, все подобные ультимейты, они очень помогают много урона, нанести Диабло с помощью этого просто контор. Вы просто стоите вне круга, и чуть-чуть на краю, и просто даете ульту, все. Твой бог. Твой бог этого круга, которого передамажили, и прочее, тоже. И так же сейчас разберем, ребята, где мы таланты своего урона. Первое, Владыка Ужаса, КТ-60 секунд, преиспульно, похищая 10% максимального запаса здоровья, находясь рядом вражеских героев. И давай Диабло 5, Ужаса каждого пораженного героя. То есть это действие с... То есть она действует вот так, давайте подостановлением. То есть чтобы вы поняли это вот такая картинка, и мы получаем души. То есть да, неплохой как бы и хилкой, и души, при том, чтобы помнить. Если, например, вы деретесь, особенно у вас еще даже сотки души нет. Да, уже в раннем разговоре. Ну, вы умерли, забыли, чтобы они понимали. И так же врата преисподника Диабло телепортируется в указанную точку и создает недемническую урону спустя одну сетку. Он взрывается, выназначает 325 урона, урона оглашает на то же самое время, как и Эта Муна. То есть по сути он телепортируется и не дает ничего, так сказать. То есть это, например, в общем, может быть пять зарядов, но если вы возьмете, например, этот, то будет шесть зарядов ваших. Вот, что ж, вот, что ж, ребята, а это и были таланты на Диабло. Так, а теперь мы разберем метод. Что ж, первый метод у нас будет на натиск и сверхсилу. Данный метод использует следующие способности. Пожирание страха потом. Также тут это на натиск. Поэтому также натиск дает броню. Поверьте, можно так давать, если особенно ребята вы умеете играть за Диабло, то можете. Здесь я рекомендую брать не свелоробность, но зловередность. Но можете попробовать сильнее. Но я беру здесь Диабло ски азарт, потому что я беру сверхсилы, даю кьюшечку и отвожу противника просто со скорость атаки наношу ему большой урон, считая также огненный топор, а потом пока не восстановится опять кьюшка и ешка. Но вы можете попробовать силу урона от скиллов взять, то есть которые увеличиваются. То есть после кьюшки у вас уже будут урона увеличены, плюс там ешку дадите огонь, будет бафнутый. То есть это на две, точнее автоатаки. Где-то три автоатаки у вас будут бафнуты на 237 единиц, но он где-то уровень густан. Ну что уже был второй, там у нас ульт. ульт, ребята, по ситуации, честно, в основном диалогу ситуационные ультимейты, там партиники по типу кроме киллдозады, которые есть временно на каст, то есть они кастуются, там это тоже самый кельтаз, который кастует, если он взял глыбу, а не феникса, тоже каст, вы можете ультом сбить, если подгадаете время, потому что особенно можно сбить касты, даже если они уже что-то дали, следующий каст не может успеть дать, поэтому по ситуации, сейчас я просто так возьму, но вообще это ситуация. Здесь я рекомендую сделать такой вопрос, поставить, ребята, ферсовый вопрос, если вам, даже считая эту скорость, то есть кд способности будет достаточно мало, то есть, к примеру, нет, я скажу так, если ваш тиммейт и тиммейт противника будет драться так, что вам не будет хватать, так сказать, больше, чем скорость урона, чем именно, то есть, например, вы в основном доминируете в катке, и у вас, вам просто вы, постоянно от вас противник уходит, так как вам может, или ваш тиммейт не особо помогает, или просто реально не везет, то есть, не могут нормально все прокастоваться, то есть, тоже бывает, а? Тогда скорость атаки вам поможет, берете ее и используете скорость атаки вам дополнит ваш урон, который вы будете наносить в секунду, то есть, вы будете больше урона в секунду наносить, чтобы предъявить дополнительную эффективность и увеличить вероятность убийства. Или, если не хватает выживаемости, ребят, немножко на выживаемость, то берете 100, то есть, невыживаемость, в прошлом урон. Если не хватает урон, особенно вам, там, 1 на 1, или вообще, особенно в замесах, на подобных картах закрытых, там, как Драконий Край, Ужас, там, подобные закрытые достаточно карты в местах обычных замесов. Стандартных, то тогда берете, и если не хватает урона, в главном случае, берете, конечно, это, нате, вам сверхсила, вот там, понимаете, то есть, в чем прикол, уже у вас при каждом бафе и так сверхсила станет будет на 80% от этого урона больше, плюс от стана, то есть, этот урон, еще плюс 80% от этого урона, и вот этот урон станет, и плюс еще баф за каждое следующее до конца ночи. Я не знаю, сбывается ли оно при смерти, но не написано. Вот. Вот у меня выбор, я сейчас возьму его. А здесь я рекомендую взять, смотрите, ну, желательно сверхсил, потому что мы не ведем на эти оба скилла, но с контроля, но через основной нанатиск теней, но, я вам, да, иногда берутся, например, здесь, таланты просто еще немножко поменяли по этому расположению, поэтому, тут раньше просто было вместо этого способность, чтобы похоже на вот эту, с нашей плоской, то есть, на, или эту, я не понимаю, поэтому я рекомендую взять, взять, сверхсил, заряд дополнительный, это вам поможет. Поверьте, бывает противника, союзника толкнет противника, или противник, как-то его подсейвит и перейдет на другую сторону, у вас еще будет хотя бы дополнительный заряд, чтобы, вот, сказать, сконтролировать, пусть эта секунда стан, тоже достаточно много, кд можете брать, и если у вас, например, особенно хорошо, если есть много стайнеров в тиме, не считая вас, атаку лучше, когда берите кошмар. Ну, и тут, ребята, рекомендую ультимейти, потому что эти активные таланты, хоть ни на хгси не берутся, не, потому что они особо толку мало, потому что они забирают хороших пуль, понимаете, то есть, вот из этих двоих активный этот нормальный, потому что он и хибляет вас, и вы получите душу для каждого героя, опять, что же, но проблема в том, что тут он ульты не забирает, тут вы уменьшаете кд, и еще после смерти у любой неизвестницы, даже если ультали ульт перед смертью, еще бак, и, а тут действия, а тут время действия ульты, так она немного одержится, так видите, 4 секунды, а здесь она будет действовать 80 секунд, ну, вот примерно так, но ульта, повторюсь, ситуация, а так билд, 1, 1, 3, 2, 3, что ж, а теперь мы билд разберем на огонь, на топот, который можно взять через пассив, который натиск из всех сил, или, например, я видел, некоторые люди берут данный талант, с данным, не менее, но я это менее не использую, так как у него не вижу, особо утопа, потому что я в матчах еще пока не использую, но я рекомендую, в данном случае, на диск, огонь, и здесь огонь, поверьте, просто потому что, да, у вас вылечится, когда огня, смысл в том, что урон у вас от огня появляется, на этом, то есть, большой урон, то есть, так вот, от этих, благодаря этим талантам, у нас уже урон подойдет. Также, опять, ультап, ситуация, чисто так, для, знаете, для красоты, на 13-ом, когда будет 13-ом, вот этот ульт, способность вам поможет больше наносить урон из дябла. Доступны новые таланты. И, также, здесь, я рекомендую, скорее всего, ну, да, огонь, потому что он ослабляет, это, может, как вам, так и варенство, ультимейт. И, теперь, ребята, третий, третий, третье мета, который, это является автотакер дьявол. Да, есть. Редко, я его видел, все лишь пару раз. Берется щиты, доберутся, пассивы, урон, путь пассива, опять, например, нет. Здесь, я рекомендую, все-таки, так как мы идем больше в урон, пассив, ну, может, если что, взять, конечно, доступны новые таланты. я, можете, как и взять, рекомендую по ситуации, или доминирование, или сверхсильный кошмар. То есть, в данную, в данную мету, оба таланта, например, он был на 13-ом, наше состояние, наверное, выгрузило бы, оба, но так, в общем, по ситуации, и опять же, ультимейт, вы можете, да, ультимейт, и вот такие вот, получается, примерно, диабло. Это мета на, автотакера, через, ну, нагоня, так же показал, в основном, на мету на огонь, используется на огонь, и на 13-ом он показал, обязательно. Никогда, если идите в мету на огонь, никогда не берите это. Просто потому, что, у вас, у вас будет, после этого таланта, у вас уже будет больше, количество огня, от двух до трех огня, за один, за прокасту. А это поможет увеличить, этот урон от этого огня. Что ж, ребята, а это был обзор на диабло, что ж, всем спасибо, кто меня сегодня смотрел, вам всем это было, а также, ребятки, подписывайтесь с нами, ставьте лайки, если хотите, лайки, пишите комментарии. В подписании будет цикл на плейлист, группа ВКонтакте, мой Твич канал, и я вконтакте, что ж, всем спасибо, и всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok